так сегодня мы будем жарить картошечку и наверно пожарим вот курятину сколько тут несколько штучек стыдно и по просьбе моего подписчика который прокомментировал предыдущее видео которое касалось знаменитой группы подслушанного блюдо он попросил меня прокомментировать пост в котором человек хотел купить курточку и как он сам выразился считает что его обманули так ну значит вот этот пост фамилии называть не будем коротко сейчас перескажу суть конфликта скажем так так но в это время будем чистить картошечку так чистить будем вот таким вот специальным ножом для овощей кстати всем советую его приобрести вот картошка чистится быстро никаких усилий прилагать не надо и снимается только тонкий тонкий слой вот такой вот ссылочку дам в описании итак значит рассказываю суть конфликта две женщины переписывались между собой по поводу продажи кортки и договорились об одной цене там полторы тысячи гривен после этого женщина которая собралась покупать пошла в один из наших магазинов и узнала что точно такая курточка была недавно куплена за цену в два раза меньше там около 800 гривен и женщина которая решила купить эту курточку настаивает на том что ее хотят обмануть а суть обмана состоит в том что ей продают кортку по цене полторы тысячи гривен которая возможно была куплена недавно за 800 гривен и вот таким вот образом она считает что это обман а каждый человек который купил какую-либо вещь должен продавать ее именно по той же самой цене либо по ее мнению может быть два раза дешевле и так чтобы разобраться в этой ситуации сделаем экскурс в историю и так раньше у нашей страны была плановая экономика под плановой экономикой подразумевается следующее каждому предприятию передается план из москвы или из киева неважно откуда с ассортиментом продукции который он должен произвести и по каким ценам ее реализовать и от этой цены нельзя отклоняться ни в большую не в меньшую сторону не на одну копеечку вот допустим надо произвести 1000 банок звучонки и допустим продать ее по 3 гривны причем очень часто цены на продукции указывались сразу то есть на каждой банке звучонки так и было указано 3 рубля цена мало кто знает что в советском союзе было кстати несколько регионов в которых действовали разные цены на разные продукции то есть допустим у нас в донецкой области цена этой банки составляла 3 рубля а где-нибудь на территории за полярным полюсом образно говоря либо на дальнем востоке это же самая банка стоила уже там четыре или пять рублей и на некоторых товарах писали сразу две или три цены ну это производили в основном такую маркировка только те предприятия которые выпускали продукцию на весь советский союз если же предприятие выпускала продукцию которая будет продаваться только в определенном на определенной территории то естественно им этого делать не надо было они печатали только одну цену позже когда пришел к власти там горбачев в общем развалился советский союз то сейчас у нас цены практически не устанавливается и любой любое предприятие самостоятельно на свою продукцию и неважно сколько он на этом имеет может себестоимость продукции 10 гривен а продать ее может за 100 то есть в 10 раз дороже вот так на следующем этапе нам надо порезать картошку так и так я вам больше что так кстати вот разрезаю картошку вот таким вот приспособлением получается абсолютно одинакового размера соломка из картофеля скажем так и так только что мы установили то что человек купил по одной цены продает по другой это как бы не обман это нормально так и так вот значит если это не обман то что это такое а это так называемая подмена понятий значит так подмена понятий это когда одни вещи либо одни события выдаются за другие то есть сейчас объясню вам на примере например где-нибудь 15-летний сын депутата избил какую-нибудь одноклассницу до потери сознания может даже с особо тяжкими нанести короче очень сильно избил и тянет на статью принесения особо тяжких и если там эти нанесены особо тяжкие то уголовная ответственность наступает там не с 16 лет а с 14 вот но в суде умные адвокаты этого человека представили например это по статье о хулиганстве и поэтому этому малолетнему ублюдку отдадут там не два срока тюрьмы а неделю условно и таким образом вот одни события предстанут совершенно другими ну такое как вы поняли может быть применено сознательно либо несознательно вот в данном случае например было несознательно девушка думает что ее обманули но на самом деле ее никто не обманывал вот второй момент она акцентировала внимание на то что она уточняла где вы приобрели эту куртку до этого раскрывать то где человек взял эту курточку это вообще не имеет никакого смысла во первых потому что у них была устная договоренность никаких чеков подтверждающих происхождение этой куртки человек тоже не требовал а устно можно наговорить все что угодно вот так вот согласны вы с этим или нет пишите комментарии тут как всегда мнение разделились одни люди поддерживали одного человека другие другого но третий просто читали потому что им больше заняться не а я тем временем порезал всю картошечку так ну и в конце это человек еще упрекнул что продавец этой курточки как бы получит дополнительный налог он получит дополнительный доход с которым они будут платить налоги это вообще я считаю такое несущественное нарушение потому что каждый из нас наверно продавал какую-то вещь на OLX и либо может подрабатывал где-то опять же подклеивал кому-то обои за те же 100 200 гривен и никто об этом доходе в налоговую отчитываться не ходит поэтому я считаю что обвинения были безосновательны так ну на этом все наверное как жарится картошечка и курочка я наверное вам показывать не буду а может и покажу пишите в комментариях какие темы еще надо обсудить потому что группа у нас интересная будем обсуждать все что в ней происходит всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки и и и и и